привет андрей ничего не отвлекая сейчас тебя да я что-то помозговал и подумал может все-таки мы с тобой запишем сделаем это эти вопросик ответик в общем собственно говоря для наших слушателей кто не знает сейчас ведем беседу с андреем старцевым андрей старцев это именно тот человек тот инженер кто полностью так скажем спроектировал данную студию мою студию redbox redbox также андрей в первую очередь основатель дмакс аудио которая в последнее время я думаю популярность достаточно такую завоевала большую вот это компания которая производит колонки классные андрей да вот и можешь сам двух словах рассказать собственно говоря для людей кто заинтересуется есть несколько обзоров от компетентных специалистов есть целая ветка на форуме рмм где можно почитать и ну наверно определиться я думаю что многим специалистам и начинающим и не только эта продукция будет интересно вообще андрей я все это затеял ради чего потому что понял что многие люди многого не знают и не понимают и хотелось бы просто рассказать им и немного ввести в курс дела о том ну как мы считаем как считают большинство специалистов по крайней мере ты в лице их да какие студии все-таки можно считать настоящими хорошими вот и скажем в каких студиях стоит стремиться записываться какие студии стоит стремиться ну скажем собирать или делать да если кто-то из людей захотел там свою студию например построить вот я знаю что ты сторонник скажем студии не маленьких а таких в которых есть своя ну какая-то акустика свое пространство студии больших скажем так если говорить о записи именно живых инструментов барбанов допустим каких-то гитар скрипа голоса того же самого это по большому счету это акустический инструмент который нужно писать соответствующих условиях андрей извини перебью просто пойдем тогда узнаешь по пунктикам так будет ну как-то проще размере не чтобы информация впитывалась легче давай вот такой первый вопрос зачем нужен большой тон зал ну большая комната для записи вот и какого размера желательно эту комнату иметь в которой будет происходить ну в которой будут расставлены микрофоны в которой будет происходить непосредственно этап записи надо с психоакустики начать собственно говоря что мы имеем когда пишем в любом помещении мы имеем прямой сигнал от источника до микрофона который дошел и отраженные сигналы которые отражаются от стен и в конце концов сливается в вибрационный хвост вот но наш мозг устроен таким образом что мы не отделяем отраженные сигналы от основного мы не слышим кучу вот этих вот отраженных сигналов мы этот наш мозг это дело интерполирует в один единый сигнал то же самое что и голос допустим вот он голос сухой и бам он какой-то стал объемный надо отделять два момента первый момент это реаберации явно слышим или эхо явно слышим а второе это раннее отражение это отражение которое приходит ну там за несколько миллисекунд после основного сигнала это как раз вот первичное отражение от стен вот они определяют нам объем вот смысл в чем что мы закрыв глаза абсолютно точно можем определить допустим находясь в каком-то помещении закрыв глаза мы можем абсолютно точно определить что за источник звука перед нами какое до него расстояние примерно какой объем комнаты причем мы это все не видим это мы все делаем на слух каким образом потому что у нас как бы наш мозг работает воспринимает это как паттерны то есть он знает что примерно вот в таком помещении ты получишь примерно вот такой звук он тебе это дело и определяет вот поэтому помещение очень важно для звукозаписи вот начнем с маленьких помещений которые скажем так совершенно непригодны для звукозаписи что они дают они дают очень короткие и очень быстро приходящие они приходят там в районе 50 миллисекунд и они достаточно громкие сигналом вот это приводит как раз у явно слышим и как бы такому вот характерному туалетному призвуку можно попробовать взять микрофон пойти в туалет поговорить потом послушать мы сразу поймем о чем идет речь проблема возникает в том что очень очень рано приходит и очень громкие вот их можно заглушить единственное что с этим можно сделать это можно заглушить но как бы какого-то польза от этой ну не будет вот единственное решение таких проблем это допустим супердиффузная комната когда у тебя идет не как бы очень-очень-очень много отражений приходит почти одновременно к этому относятся каменные комнаты как основная диффузная комната ее можно сделать деревянный то есть поставь везде диффузоры то есть закрой диффузорами всю площадь комнаты и ты получишь супер диффузию вот но даже в таких комнатах она будет как бы то есть туалетного призвука не будет который дают вот эти вот параллельные стены вот но будет такая достаточно сильная краска андрей я хотел бы тебя перебить извини это просто у меня про каменные там дальше я хотел тебе вопросик задать вот мы остановимся на вопросе глухих вот этих маленьких комнат да если все таки маленькую комнату ну скажем в ноль заглушить то есть вот эти противные отражения мы их глушим все в принципе это же в принципе же это удобоваримый вариант как бы ну мы исключили эти отражения работать в принципе можно правильно но все равно какие минусы остаются в таких комнатах глухих когда вроде бы паразитные частоты мы ну отражения паразитные заглушили но все таки почему это еще так скажем не айс например да или это уже айс это уже классно можно все там делать например ну во первых очень сложно заглушить такие отражения мы как бы если мы наклеим на стены поролон мы ничего не заглушим это иллюзия поролон он глушит только высокие частоты средние низкие они остаются это просто все не так заметно становится не так очевидно скажем вот этот вот призвук на высоких просто он очень хорошо заметен на средних он заметен не очень то есть чтобы что-то серьезно глушить это надо все-таки сантиметров 20-30 минеральной ваты на всех стенах и потолке никто так делать не будет то есть люди обычно берут маленькую комнату наклеивают поролон и все таким образом мы не глушим комнату мы глушим только высокие частоты мы убираем вот такой явный призвук но все остальное остается но я думаю что это заглушиться но скорее для каких-то негромких в итоге источников записи да ну то есть разница не зависит совсем вот тут есть один важный момент что от громкости это не зависит они полезны одинаково это вот вот отражение от громкости не зависит то есть мы же все равно мы видим его громкость на какой-то уровень и соответственно вытянем все вот эти вот отражение поэтому тут без разницы тихий вокалист громкий вокалист тихий источник звука громкий источник звука вот есть структура отражение которое которое дает наша комната все с этим сделать ничего не можем мы можем их либо глушить но это надо делать очень серьезно это надо делать кучу минеральной ваты вот и от помещений два на два метра вообще ничего не останется понятно чтобы серьезно заглушить все равно изначально надо какую-то комнату немаленькую учитывая то что очень много заберет непосредственно такая если серьезную все-таки обработку отделку эту делать серьезные серьезные объемы потребуется до всего этого не обработанных таких комнатах обычно используют какие-нибудь гиперкардиоидные микрофоны которые ну грубо говоря чтобы не хватало частично этим решает проблему но ставят поближе ставят фильтр тоже частично этим решая проблему то есть убирая вот эти вот гадкие отражения первичные но при этом звук то становится совершенно сухой то есть этот звук он нам непривычен это вот допустим кто-то если слышал как на открытой площадке играет какой-нибудь симфонический оркестр это на самом деле достаточно ужасная вещь то есть звук он такой невкусный не сочный и вообще никакой когда когда отражение никаких нету да все и у тебя и звука нет то есть всегда на открытых площадках все источники как бы грубо говоря сажались в ракушку во первых это да это направление звука но плюс еще дополнительные отражения которые вот давали нам вот эту вот сочность звука поэтому сухой звук он не вкусен не интересен он не локализуется в стерео он звучит у тебя в голове вот ты одеваешь допустим наушники и звук стоит у тебя в голове внутри головы это как бы может быть фишка но это плохо звук должен быть перед тобой вот когда ты явно услышал что он перед тобой стоит причем ты можешь допустим регулировать ближе или дальше вот тогда ты добился чего-то а звук в голове ну кому надо такое качество то есть может быть да какой-то рэп в каких-то вариантах так и можно записать но не более того то есть ни один нормальный вокалист он не порадуется такому звучать вот у меня сразу же два вопроса назрели и даже не знаю с какого начать они как-то разом получаются во первых если все-таки мы вот такой звук берем можем ли мы выжать из него какое-то пространство виртуальными методами да ну сейчас же много разных обработок плагинов там эмуляции тех же комнат помещений да это первый вопрос и сразу же который я хотел задать чтобы не забыть коль мы подошли к комнатам и то что все-таки отражения важны и нужны да то как ты считаешь какие минимальные размеры комнаты должны быть в которых уже можно будет сделать свою какую-то акустику которая ну уже будет не противная она будет уже нам идти как бы в плюс они в минус все-таки какие-то вот самые скромные какие-то могут быть размеры понятно что идеал там надо гнаться за идеалом что там но сейчас меня интересуют не какие-то то здоровые залы там понятно а вот с чего ну ты понял вопрос да от чего можно оттолкнуться от какого размера в котором уже будут ранние отражения нормально воспринимаемые то есть красивые или уже такие вменяемые вот по поводу искусственной реаберации в общем то этот вопрос как бы дали ответ еще давно когда появится только-только скажем так появилась искусственная реаберация вот все пришли к тому что именно как хвост красивый такой красивый хвост да это искусственная реаберация она хороша но для создания именно объема и первичных отражений она ну не знаю не хватает мощности я не знаю почему это происходит наиболее естественным способом это делается в комнате причем самое смешное что как бы комнаты настраиваются таким образом чтобы ты не слышал этой реаберации но она есть как то есть условно говоря там до 0 6 до 0 8 секунд ее не будешь воспринимать именно как реаберацию она очень сильно участвует я я сейчас вот когда работать в большой студии начал да то есть я у меня кстати сейчас там больше чем 0 8 у меня наверное в районе может там до полутора даже вот хвост и то его не то его приближаешь микрофон дальше ближе к источнику соответственно ты можешь варьировать по поводу размеров тут как бы чудес не бывает то есть принято считать что ранние отражения должны летать не ранее чем допустим 20 миллисекунд пометуя то что у нас 300 с небольшой копеечкой метров в секунду это скорость звука можно вычислить что до ближайшей стены должно быть там допустим не менее 6 метров 6 метров ну это конечно очень круто то есть это мы получаем зал как бы 12 на сколько-то еще и и на сколько-то еще реально ну я бы сказал что минимум до ближайшей стены это метра 4 до ближайшей стены до ближайшей стены это метра 4 ну и там же соотношение она же не может квадратная война то есть принципе 8 допустим на где-нибудь на 10 с высотой потолка метров пять с половиной ну вот такое вот помещение я бы сказал но это и можно делать меньше но она будет скажем так она будет как с каким-то своим характером который далеко не везде подойдет у меня свое время на студии была каменная комната чем каменная комната была достаточно большая она была 5 на 6 на 3 метра что в принципе не так и мало вот причем это она была само собой супер диффузная так как это каменная комната она давала окрас это был красивый окрас но она давала окрас который допустим нельзя было в этой комнате писать все потому что вот этот окрас он накладывался накладывался и в конце концов ты как бы все это слипало если никак все это разделить ты не мог толком поэтому там писали только барабаны там допустим только голос или еще что то то есть это была комната не универсальная точно так же в принципе существует маленький ну какие скажем так небольшие комнаты допустим там 6 на 8 с потолком допустим три с половиной да допущу что она может существовать допущу что там диффузорами можно что-то сделать но она будет подкрашивать но будет очень характерная комната то есть 6 на 8 это все равно получается но сколько это у нас метра что полтинник вот это ее надо там диффузию повышать и надо будет доводить чтобы как бы все это дело там как-то чуть-чуть подглушить раннее отражение может быть добавить диффузии и так далее вот но она все равно будет характерно окрашивать эта вещь будет не универсальная то есть что-то там будет хорошо а что-то не очень хорошо а вот именно говорить об универсальности чтобы там можно было писать и барабаны и голос и допустим комбики там и еще что то в этом духе и чтобы не было какой-то явной окраски а было просто улучшение общее звучание это вот где-то 8 на 10 на 5 с половиной следующий допустим будет 10 там на 13 на 6 с половиной но у меня вот получается 8 на у меня там если точным быть там 7 и 9 что-то на 11 9 ну то есть грубо говоря 8 на 12 если 100 квадратов то есть получается что отталкиваться ты рекомендуешь но там не меньше 80 чтобы она была суммарно да ну где-то хотя бы до 80 лучше 100 квадратных метров высотой потолка не менее 5 то есть это можно привести к кубатуре объема объем не должен быть условно говоря меньше 500 кубических метров вот ну в общем условно говоря с 500 начиная кубических метров то там при правильных пропорциях есть калькуляторы этих пропорций можно взять 141 еще какие-то вот эти вот соотношения классические вот вы получите достаточно универсально звучащие хорошо я думаю сейчас прям сильно углубляться мы не будем вот в эту тему у меня тут такой вопрос более насущный так скажем возможно ты на него уже отвечал элементами но сейчас я хочу сконкретизировать все-таки кого как ты считаешь кого хорошо записывать в большом зале ну преимущественного и кого все-таки плохо если такие есть вот кому это может не подходить запись в большом зале всем подходит такая запись во первых ты же сам знаешь что есть акустические щиты и ты можешь менять как бы здесь тебе надо полностью подглушиться то просто ставишь вокруг акустические щиты и все никаких вопросов плюс ко всему ты же можешь как бы работать микрофонами ближе дальше то есть соответственно это очень вариативная вещь ну я не знаю как бы кому кому бы помешал большой это наталья почему такой вопрос у меня назрел потому что еще до начала работы в этой студии у меня самого он появлялся и какие-то сомнения были то есть а если мне потребуется все таки сухарик какой-то вот как я смогу его в кавычках сухари да звук сухой как я его смогу достичь и да когда вот эти вот появились щиты собрал да и я все это испробовал от тестировал я понял ну на личном опыте вообще что это работает и что в принципе там можно достигать ну любой поставленной задачи в целом даже если нужен очень сухой звук вот именно совсем такой сухой чтобы явно его и все равно он будет толще грубо говоря нежели ты это будешь писать в полностью заглушенном помещении у меня недавно такой да щитами обложился как бы он вроде как сухой но он все равно лучше чем его в двух метровых комнатенках но вот такой вопросик как ты считаешь почему в последнее время маленьких студий просто невероятное количество их просто как грязи ну настолько много по отношению к большим студиям и можно ли считать большие студии как вымирающие виды что пройдет еще немного времени и вообще их не останется ну вообще нисколько и все уйдут все таки не знаю в эти малявки по каким-то причинам но их тысячи их тысячи прям да тут как бы ты же сам знаешь что построить помещение 10 на 12 потоком перед половиной это стоит денег берете такого помещения даже не найдешь в аренду ты захочешь где-то арендовать что ты будешь искать склад или что или пустую трансформаторную будку я этот этап прошел я так и не нашел на тогда вот смотрели ничего нету понимаешь то есть такие вещи надо строить то есть такие вещи не остались где-то на киностудиях построенные в советские времена там на теле центр построенные в советские времена и все то есть специально таких помещений никто никогда не строил это может быть какой-нибудь склад может для этого подойти то не факт что он ну как бы что ты его найдешь в котором можно было все остальное что-то Это строительство, это, в общем, миллионы рублей. Надо их бить, чтобы... А какой выхлоп-то? Ну, то есть, видимо, основная причина не рентабельность определенная, да? Экономика, экономика. То есть, как бы, шоу-бизнеса, оно как в России не было никогда, как такового класса. Поэтому люди писались, собственно говоря, на сэкономленные на бивиденьги. Я студийным бизнесом занимался почти 12 лет. Я очень хорошо представляю, кто приходил и на какие деньги они записывались. Мы, кстати, вернемся к этому вопросику, так ближе к концу разговора. Я, знаешь, хотел что спросить. Ты вот говоришь, в России, в России. А если мы не будем на России концентрироваться, а будем на мире концентрироваться? Все-таки вот сейчас, в наше время, как ты считаешь, кто-то будет рисковать строить еще глобальные какие-то студии? Или сейчас уже, например, ну, вряд ли кто-то. На Западе, ты знаешь, чтобы за последние хотя бы годы, за последнюю пятилетку кто-нибудь построил новую студию большую? У кого есть лишние деньги, почему бы не построить, собственно говоря? То есть, все-таки на Западе, так как востребованность больше, там все-таки это строится? У них как бы культура звука выше, поэтому там все-таки предпочитают идти в нормальную студию музыкантента. Вот. Ну, с деньгами там полегче. У нас это просто все упирается, к сожалению, в безденежье. Вот. Ну и плюс ко всему, да, еще то, что очень много виртуальных каких-то вещей, вот даже, допустим, лет 15 назад. А где ты запишешь барабаны? Ты не можешь дома записать барабаны, ты не можешь в маленькой студии записать барабаны. То есть, допустим, на Екатеринбург было там 3 или 4 студии, где в принципе можно было записать барабаны. То есть, где была комната соответствующих размеров, где это можно было сделать. Комбики те же самые, ведь не было никаких эмуляторов. То есть, ты должен был играть в комбик. Комбик, соответственно, где-то должен был стоять, его должен был снимать какой-то микрофон. Все это не должно было мешать там окружающим и так далее. То есть это тоже нельзя было сделать дома. Поэтому все живые музыканты, они в конце концов шли в студию, в большую студию, отдавали там деньги. Сейчас все свелось к тому, что мы ткнулись в компьютер, значит, включили там какой-то эмулятор комбика, чик-чик-чик, вот у нас гитара. Ткнули бас-гитару, вот у нас бас-гитара. Барабаны забили, вот вроде как все, понимаешь, в студии-то не надо. Голос записали в студию. Да, ну смотри, удобство, удобство, несомненно, ну все, точнее, задача упрощается. Но неужели воткнулись мы вот так вот в плагин и получили такой же уровень звучания, это же не так? Конечно, мы никогда не получим такой уровень. То есть получится какой-то очень такой слабый усопененный уровень. Ну а тут проблема-то в чем, смотря, то есть зачем мы вообще все это делаем. Если мы собрались это сделать какой-то хит, записать диск там, быть какими-то очень крутыми. Понятно, что мы дома это не сделаем. У нас не получится. Дома мы демку максимум сделаем. Дальше все равно надо идти в студию, надо все это делать на живых, на каких-то реальных девайсах. Вот, и там получится, собственно говоря, тот самый звук. Ну, кому это надо? Ну, это надо тому, кто хочет хороший звук. Нам много людей, которые скажут, они все хотят звук. Ну, я еще раз повторю, зачем я вообще все это начал. Многие люди, мне кажется, все-таки, ну, недопонимают многого. И сейчас же вот со всех сторон вот эта реклама, там, производители, в сторону вот этих плагинов постоянно-постоянно-постоянно, что это не отличается, что это не хуже железо, что это не хуже, это не хуже. То есть, вроде бы, мне кажется, по ушам настолько проехали уже людям, которые не углублялись в вопрос. Они верят этому и думают, что, а зачем мне вообще вот это, например, большое помещение или там какие-то железяки эти дорогие. Я вон купил там плагин за 50 баксов и все, и мне больше ничего не надо, да. А бывает, ладно, купила, а половина даже не купили, а там, ну, понятно, где взяли, да. Вот, и вообще, как говорится, это халява. То есть, вот и все, охота понять, есть ли преимущество в таком подходе сейчас в наше время, в наше технологичное, так сказать, в наше технологичное время. То, что там 20-30 лет назад было, это все понятно. Главный вопрос, нужна ли большая студия сейчас? Нужна ли большая студия сейчас? И я-то понял, что это надо. И сейчас хочу, ну, донести или рассказать с твоих слов, да. Людям, чтобы они послушали и для себя уже тоже какие-то отметочки сделали, а дальше уже там, пусть кто-то верит, не верит, это уже их личное дело. Ну, я считаю, что лучше проверить. Вот я проверил и понял, что это такое, да. А большинство же людей, которые убежденно заявляют, что да зачем это надо, самое интересное это в чем? В том, что они никогда и не оказывали, они никогда не записывались на этом железе в таких условиях. И они, опять же, опираются просто на слухи, какие-то слухи. Кто-то там что-то сказал, и они поверили, и вот им так кажется. Все. На самом деле так и есть. То есть хорошее, там, доброе студийное железо, оно никуда не делали. Оно, кстати, не дешевеет. Самое смешное, что вроде как... Оно не дешевеет, оно дорожает. Да, да. Оно дорожает. То есть с чего бы крыша упала, если бы были вот какие-то эмуляторы, которые вот прямо так бы все эмулировали. Прямо один в один, вот прямо как обещают. Но зачем сама железка-то нужна? Она стоила там тысячу, допустим, баксов или две тысячи баксов. Да выпросить все эти железки и поставить эмуляторы. Все. А нет, железка уже три тысячи баксов стоит. Чудеса какие-то в решении. Вот. Вот. Ну, это же так ведь не бывает. Все правильно. Вот. Тут как бы смысл-то в чем? Что я сам занимался немножечко плагинной темой, писал какие-то алгоритмы, разрабатывался. И это дело я, в конце концов, уперся в одну простую вещь. Что да, кое-какие вещи можно сымитировать достаточно хорошо. Допустим, эквалайзеры в каких-то, скажем так, вещах, статической, допустим, сверткой. Можно сделать достаточно похожие, и они будут не ресурсоемкими. Но, допустим, сделать правильный компрессор теоретически возможно. Но этот компрессор, он съест вычислительные мощности твоего компьютера полностью. Два канала. Весь компьютер. Нам бы положить. И понимаешь, и тут возникает вопрос, а может проще железку? Ты же не будешь покупать 28 компьютеров. Понимаешь, получается так, что в некоторых случаях проще купить оригинальную железку. Даже там за такие 3000 долларов. Потому что цифровая эмуляция будет выходить дороже, менее технологично и так далее и тому подобное. Вот и все. То есть что-то решается в компьютере, но есть некоторые вещи, которые абсолютно не решаются в компьютере. Плюс ко всему, мы же не забываем, что это же было звучащее железо. То есть звучание – это искажение. Искажение – это не всегда плохо, это иногда очень хорошо. То есть те же Нивовские преампы там были как бы трансформаторы, которые обязательно что-то свое там вносили. Ух, какой там был нелинейный АЧХ. Ух, там как фаза скручивалась. Но все это делалось правильно. И вот это вот звучание – оно заклад. То есть, грубо говоря, мы пишем, нельзя использовать измерительные тракты в записи. Нам нужны кривые, правильно звучащие тракты. Вот. А это делали вот те самые железки. Ну, попытка сымитировать что-то близкое. Ну, так, вроде что-то похоже, но когда начинаешь разбираться в прямом сравнении, ты сразу выберешь. Не, вот это лучше. А почему? Не доимитировали. То есть, да, красиво нарисовали, да, это все красиво выглядит, но в реалии железо-то лучше звучит. Вот. И, собственно говоря, там, где культура производства звука высока, допустим, даже Америка, даже Америка, там никто не парится, там эти студии не сносили. Ну, там, конечно, что-то посносили, но в основной части они остались. И какие-то очень крутые дядьки, они, понятно, пойдут в большую крутую студию. Никто не будет там дома сидеть на ноутбуке делать, это бред. Вот. И мы получаем тот самый звук, он никуда не девался. Вот мы его, собственно говоря, и слушаем. Другое дело, что нас убеждает, что мы вот тот самый звук можем получить, там, сидя в ноутбуке. Нет. Это, к сожалению, невозможно. Вот, собственно говоря, и все. Большие студии, само собой, они не умерли. На самом деле они строятся потихонечку. Ну, что-то умирает, что-то по-новой строится. Но, допустим, в каждом регионе большом, ну, минимум, одна-две должно быть таких студий. Потому что, во-первых, как бы, далеко не все делают попс. То есть надо писать какие-то хоры, надо писать народников, надо писать большие составы. Ну, и второй момент, собственно говоря, кто играет живую музыку, какие-то гитары, какие-то барабаны. Ну, может, уже устали потихонечку от этих, от забитых-то барабанов и, вот, грубо говоря, от звучания кемпера. Если устали, ну, значит, вот, надо, как бы, идти в какую-то большую стучу, где, собственно говоря, можно попробовать как-то записать живьем барабан. Может, кто-то захочет писаться, допустим, живьем все вместе. Это тоже, как бы, такой момент, что, а где ты это будешь записывать? Нигде. Ну, опять же, вот, для так называемых лайвов твоя рекомендация была пару из-за боксов выстроить в зале, правильно? Да, да. Ну, из-за бокса они всегда нужны именно для того, чтобы отделить, допустим, какие-то комбики от основного объема, чтобы у тебя все это дело не лезло. Можно, конечно, комбик развернуть, поставить в угол, развернуть его в ту сторону, обложить этим. Все равно лезть будет. Из-за бокса он все-таки, как бы, дает большую... Вот, и тогда, пожалуйста, играй вместе. Кому-то, может быть, запись нужна, сразу видео. Вот, пожалуйста, вот мы играем. Концерт. Да? Пожалуйста, играй. То есть, далеко не все залы, сцены дадут, как бы, правильно записать. А здесь ты, вот, идеально. Пожалуйста, лайв, приходи, играй, снимай видео. А где ты это сделаешь-то еще? Тоже только большая студия. Ну, это, конечно, скажем так, большие студии. Это сейчас стало очень узкоспециализированное. Я вот скажу такую вещь. Я же до этого работал в небольшой студии сколько лет. Вот в большой работать просто приятнее и комфортнее. Во-первых, тут в чем-то проще получается. Потому что не надо изворачиваться, чтобы добиться какой-то задачи. То есть, например, вот реально, вот просто сейчас заходят люди, начинают записываться. И я знаю, что это будет, как минимум, неплохо, а хорошо. А если еще немного постараться, то можно сделать отлично. Да? Ну, я о расстановке там людей, о расстановке микрофонов. Но, грубо говоря, вот сейчас просто заходит вот команда, микрофоны поставил. Они прям начали играть. Вот даже ничего особо не настраивая. И это уже будет звучать. Это уже будет звучать. Да. Вот, вот, вот. Вот в этом, конечно, а если, и открывается как бы для определенного творчества еще, да, такая площадка. Ты можешь уже задуматься, а если мне, например, поставить так, а если так. Потому что в разных частях зала там разные отражения, разные уровни, да. Это очень приятная вещь, очень приятная вещь. То есть, можно какие-то свои живые вот эти краски новые получать. То есть, масса подходов. То есть, насколько твоя фантазия там только, да, богатая и делай, делай, делай. А в коммуновой студии, видишь, все записались по отдельности. Слушаешь дорожки и думаешь, ну, ешкина кошка. Ну, давай, 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 что-нибудь сейчас мы тут накинем ревер на своде. Но, как бы, ну, не получается. Ребята, исходник должен быть правильный изначально. Сведение – это, грубо говоря, процесс, в результате которого ты должен не испортить исходник. Вот. И вообще, правильный процесс сведения – это не испортить то, что ты там хорошо, допустим, записал. Если записано плохо, изначально сведение не поправит. Ну, оно, как бы, может поправить какие-то конкретные ошибки, но тут смысл в том, что… Нет, смысл в том, что из плохого исходника никогда не получишь действительно хороший результат. Ну, что-то, да, как-то причесать это можно, но это всё говно. Тут, как бы, к сожалению, к сожалению. Вот, исходник должен быть лучший. Вот с лучшим исходником ты можешь что-то сделать, скажем так, не запороть её на процессе сведения, там, каких-то дальнейших манипуляций. Ну, это да. Только исходник. В принципе, эта студия и собиралась с основной, не единственной, конечно, основной целью, чтобы именно делать качественную запись, то есть записывать качественный материал. Правильно? Да. Ну, мы же с тобой здесь не делали упор на контрольную, например, а делали упор именно на… В принципе, контрольная-то тоже сделана правильно, то есть тут как бы… Нет, контрольная сделана правильно, но я сейчас говорю об основе, то есть всё равно основой была сделать качественный этап звукозаписи. Минимум тоннателье, как минимум тоннателье. Большое. Ну и плюс каменную, если всё-таки как-нибудь дойдут эти руки, то есть обязательно надо сделать каменную, потому что такая достаточно интересно звучащая комната. Она специфичная, но вот барабаны там просто фантастически хорошо получаются. Там, как сказать, барабаны, они, это же такой, как сказать, инструмент основан на резонансах. Вот, и вот эти вот ранние отражения, они заставляют резонировать громче. Вообще, как бы, каменная комната, она очень громко звучит. То есть, когда там кто-то стучит по барабанам, ты находишься рядом, то у тебя ощущение, что тебя в пузо бьют, больно. Очень громко, без привычки. Вот, и барабаны намного мощнее резонируют. Они намного жирнее начинают звучать, вереннее прямо так. Вот, конечно, это очень не универсальная комнатёнка именно здесь за окрасом, но вот кому-то, кому нужны жирные барабаны такие мощные, их лучше писать в каменную комнату. Я считаю, что это, как минимум, ещё одна такая, скажем, краска, да, и это как бонус определённый, очень интересный. Это же не единственная комната. В конце концов, как дополнительное, отдельное акустическое пространство, не похожее на то, что есть, к примеру. Это, как минимум, интересно, и, конечно, я её доделаю в ближайшее время. Большие студии, они обычно включали в себя несколько ателье. То есть большое какое-то, ателье поменьше, ателье, может быть, ещё какое-нибудь. Может быть, ателье, которое было с несколькими соединено, чтобы всё это через стеклянные, допустим, перегородки, все друг друга видели, но находились в разных, как бы, акустических пространствах. То есть тут, как бы, люди делали всё, и так, и сяк, и как угодно. Вот, поэтому, чем больше, как бы, комнат каких-то звучащих, тем больше у тебя, условно говоря, тем больше возможностей, тем больше вариантов звука ты можешь сделать. Ну да, это классно, это супер универсальность. Это стоит денег. Это стоит денег. Это стоит очки, аж обои-то ука. Что-то я хотел ещё спросить. А, ты заикнулся о том, что ты в своё время тоже тесно был связан с звукопроизводством, скажем, у тебя тоже студия своя была, и ты заговорил о заказчиках. Я знаю, что, кстати, у тебя клиенты достаточно интересные периодически были, да? То есть я в студийном бизнесе где-то с 1986 по 2008 год был. Студия моя называлась Ewy Music. Располагался я в Екатеринбурге, ну и волею, как бы, случая, не только случая, в общем, поучаствовал я во многих, как бы, записях. То есть у меня было записано несколько альбомов «Чаифа». «Авгенитная» и «Майка 5.0» у меня было записано. У меня были записаны несколько альбомов «Смысловых галлюцинаций». Вот самые первые записи, как бы, они были сделаны у меня. Первые записи Чечериной делались тоже у меня. Вот. Мы сотрудничали с «Уральскими пельменями», писали несколько. И у них, как бы, они у нас в студии, как бы, писали несколько своих программок. Вот. Поэтому я немножечко поучаствовал, скажем так, в фильме «Брат 2». По-моему, два, а может быть, три трека, они были записаны именно на моей студии. То есть я немножечко поучаствовал в, скажем так, музыкальной жизни Екатеринбурга и России. Ну и, само собой, я всех этих людей знаю. Вот. Дополнительно, конечно же, мы писали еще много всякого интересного материала, которое, к сожалению, никуда не ушло. Вот. Ну и у меня был, соответственно, очень большой опыт в этом плане. А в плане строительства и проектирования, я знаю, что ты тоже руку приложил к каким-то студиям. В том числе, вроде, за границей какие-то есть студии. И вроде... За границей? Нет. За границей нет. Нет, я пока не забыл интересный... Возможно, даже тебе не рассказывал, не знаю. Ты знаешь, кто мне твои координаты дал? Мне дал координаты. Я сейчас по имени человека не помню, но он... Я же искал себе специалиста, кто мне поможет с проектированием, да, в общем, поможет в строительстве. И размещал на форуме там объявление. И со мной связался человек, он говорит, я вам вроде того, что мог бы помочь, но я нахожусь в Соединенных Штатах. У меня студия. И вот я не знаю, как мы сможем, не сможем на удаленке. И когда мы поняли, что на удаленке не получится, он... Дальше самое интересное начинается. Он говорит, ну вот, Андрей, в России, говорит, есть человек грамотный, кто мне помог с моей студией, подсказал, там, помог, дал советы. И он дал твои контакты мне. И он дал мне твои контакты. Ну, он не американец, он русский, получается, сам, но у него какая-то мастеринг-студия в Америке в том числе. И он сказал, что ты ему помогал тоже. И вот тогда я с тобой связался, и вот это все дело закрутилось. Да, со студийным строительством, это как бы я в свое время связался, когда начал строить свою студию. То есть я начитался Ньюэлла, я даже переводил Ньюэлла частично. Мой перевод использовался в издании, в русскоязычном издании книжки Ньюэлла. Вот которая более профессиональной... Маленькие студии, более профессиональный подход к строительству. Вот, и у меня стали чесаться руки, и вот я, значит, начал чего-то строить. Вот мы арендовали, значит, какое-то бомбоубежище, и начали в нем что-то делать. Вот, и здесь-то я, конечно же, все шишки своим носом-то и прошел. То есть я строил стены, сносил стены, строил по новой, переделывал. Ну, я просто гигантский опыт получил, чего надо делать, чего не надо делать. Потом я что-то перестраивал. Потом я, в общем-то, начал консультировать людей. Ну, как-то так получалось, что как-то выходили до меня, то есть я участвовал в разных конференциях, начиная с РусАудио, ПРО и всех-всех-всех остальных. Как-то люди на меня выходили, спрашивали, я им где-то советовал, где-то чего-то как-то... Иногда даже сам приезжал, чего-то показывал. Вот, и вот сколько построено таким образом помещений, помещений, я, ну, сложно сказать. Может, десяток, может быть, больше за это время. Вот, какой-то вот крупный от и до проект, это вот, наверное, твой он первый такой, где я полностью... Ну, да, я сразу хотел бы сказать, что, по идее, вот эта студия Redbox, да, все решения от и до твои, по идее. Да? Я же, я разве только, ну, спрашивал, а можно ли так, а можно ли так, но конкретно уже делалось только с твоего удобрения, правильно? То есть там вот так, 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 по факту. Да, тут я уже, как бы, так, это все реализовал, все, что знал. Я не знаю, стоит ли сейчас, как бы, вот об этом спрашивать. Нет, а то разговор вообще на три часа может затянуться. Но я не знаю, стоит ли заводить тему, которая касается стройки, непосредственно всяких материалов, из чего все это, или лучше оставить это, как ты считаешь? Ну, это можно как бы отдельно. Это же тоже такая тема, она обширная достаточно. И она будет интересна только людям, кто реально в это решит ввязаться, да, а таких, наверное, будет единица и меньше. Ну, если кому-то интересно будет, можно продолжить. То есть я кое-какие рекомендации дам. Ну, скажем так, то, что мне кажется, что лучше сделать вот так. И то, что уже, в принципе, ну, я там проверил не на одном проекте. Ну, то есть это все было реализовано, все это дело отслушали, и уже какие-то выводы с этого сделали. Ну, вот я уже проверяю, пока мне нравится все абсолютно. И это началось с того момента, когда совершенно голый зал, вот он еще даже не оформленный, вот кирпич просто зал. Я захожу, делаю первую запись там, каких-то коробок я тогда, ну, голоса, голос записывал. Я туда занес компьютер, поставил микрофоны, в голый зал совершенно, еще с бетонным полом, там еще даже стяжки вроде не было, не помню точно. Я делаю первые записи, слушаю и понимаю, что это же звучит, это же звучит. Я отправляю их одному, другому, третьему специалисту, они говорят, слушай, а запиши-ка вот это, вот это я записываю. Классно звучит. Вот, потом, конечно... А почему это пустая коробка? Да. Вообще без ничего, просто там... Нет, конечно, там тоже много вот этих, ну, скажем так, она такая... Не то, что водянистая, не хотелось бы называть, но скажу, что в таком зале с использованием вот щитов акустических все уже работать можно прямо вот на 100%. Да, да. То есть, конечно, этот надо будет дополнить потом зал, там, в некоторых моментах. Но это уже украшательство, на самом деле. То есть, основа в зале заложена очень хорошая, я считаю. Но это слышно, собственно говоря, по звуку-то из этого зала. Что да, он работает. Да, можно сделать покрасивше, да, все это можно приукрасить, приоброгородить, пощерменнее, но основа, она есть. То есть, не зря потратили деньги. Потому что это вот самое обидное в студийном строительстве, что люди начинают тратить много денег, делая какую-то фигню. Совершенно не понимая, что они делают. А как сказать, ты сделал не то и все. Ты послушал, сказал, ну да, что-то странное. И все, ты потратил деньги, тебе надо все сносить. То же самое, как я делал стену, допустим, я взял ее из тонкого газозолоблока. Сделал легкого. И встроил туда монитор. У меня были большие мониторы. Вот, с двумя десятками. Квест-отлички его 210-е. Вот. И мы их включаем, и слышим какой-то странный призвук по низким частотам. Что за ерунда такая? Что-то дергались, бегали. Потом уже дошло до нас. Взяли стетоскоп, послушали саму стену. С стетоскопом. Медицинским. И услышали, да, вот, пожалуйста, она резонирует там на 160 герцах. Ешкин кот, а что делать? А ничего не делать. Вытащили монитор и снесли. И стали делать по-другому. Вот и все. То есть, некоторые вещи, они не решаются. Это точно так же, как люди говорят, а что можно сделать вот с моей комнатой, там, 3 на 4 метра, с высотой потолка 2,50? Ничего. Все. Просто ничего с ней нельзя сделать. Невозможно. Никакие ни диффузоры, вообще ничего не поможет. Все. Она непригодна для, допустим, целей звукозаписи. В ней даже контрольную комнату и то так надо сильно очень так выпрыгнуть из штанов, чтобы чего-то более-менее, скажем, сносное сделать. В таком размере. Физически. Физику не обманешь. Да, вот, кстати, по контрошке пару слов буквально мне нравится сейчас. Она доработает достаточно, да. Действительно, такой несложный, я бы сказал, Это очень эффективная. И очень эффективный, да. То, что у тебя было сделано, это крайне эффективное и, в общем-то, достаточно простое решение. То есть, мы не использовали никаких диффузий, то есть, это как бы, скажем так, бесследная... Ну, это даже не бесследная комната, это, скажем так, бесследная зона, вот там, где ты сидишь, оно звучит правильно, куда ты уходишь там, оно начинает звучать неправильно, но это уже не важно. Единственное, у нас был изначально хороший объем в этой комнате. То есть, она была не очень маленькая. В конце концов, мы сделали, как бы, она стала чуть поменьше, скажем так, это контрольная комната, в основном на одного, на двух человек, ну, в принципе, на четырех человек, которые будут сидеть сзади, но не более того. Вот, но она весьма эффективна, то есть, отражений нет, то есть, каких-либо проблем я не слышал. Это помещение, изначально, скажем так, построенное, очень сложно чего-то переделывать, которое было сделано не для этого. То есть, мы берем какое-то вот такое помещение, допустим, пытаемся в нее переделать под студию, а не получается, у нас тут вот чуть шире, а тут чуть тюже, или еще что-то в этом духе. И как-то вот мы это дело впихиваем, получается, компромиссы. Ну да, я теперь это уже знаю. Получается, с первого нашего общения, сколько, вот года два, наверное, прошло, да? Да. Когда я только первый раз написал или позвонил, написал я тебе, да, объяснил ситуацию, и где-то, где-то только год, наверное, в течение года только все это обсуждалось, как, что, где, из чего, и только потом зашли на стройку, правильно, да? Это вот сколько, там просто какие-то километры обсуждений, там сколько это по телефону, сколько это по перепискам, там просто можно целый том издать, если все это напечатать. Вот. Да, я знаю, что там много, много деталей. Главное, получилось. Да, получилось хорошо. Вот. А, и Андрей, хотел еще, хотел бы по твоей продукции, во-первых, вопросик, мне самому, который интересный, не планируется ли что-то в ближайшем времени новое, ну, какие-то, может, колонки у тебя сейчас планируются новые, что-то там, или... Ну, я сейчас пока работаю, я сейчас работаю над новой версией кубиков, пятерочек. вот, и есть тут кое-какие у меня подвижки, я тут нашел очень интересный динамик, сейчас я как раз тесты провожу, как бы, и будем смотреть, что получится. Вот. Потом, в принципе, есть тоже идея сделать такие же кубики, только на 6,5-юймовых динамиках. Они будут более низкочастотные, они будут погромче, скажем так, это, скажем так, в сторону 81-х моих колонок, но те-то они как бы двухполоские, не такие, вот, а здесь получится качество практически кубов оригинальных, но громче и более низкочастотные. Уточню сразу, не совсем понял техническую сторону, то есть это будет 6,5-дюймовый динамик, один, один, то есть колонка будет с одним динамиком, да? Да, это будет такой кубик, только побольше, 6,5-дюймовый динамик. Вот, он будет более низкочастотный, он будет как бы более громкий, что как бы тоже хорошо, потому что кубики это все равно такой супер ближний мониторинг, и то там нельзя перебирать громкость определенную. Вот, эти будут погромче. Да, ну то есть, кто хочет немножечко качнуть, они уже смогут это сделать, да, они уже смогут это сделать. Именно так, потому что на кубиках ты не качнешь там как бы сразу ты их загонишь в отсечку. Вот, а 6,5-ка, она будет, скажем так, чуток погромче, чуток понизасте. Вот, тоже тут есть кое-какие наметки, не знаю, получится у меня или не получится, то может быть и получится. Сейчас, в данный момент у тебя, ну в разработке, ну в продаже, так скажем, какие модели есть? Ну, как бы Super Cubes Pro, который мой основной, то есть где-то процентов, наверное, 85, я продаю именно их. 81-ый. Да, это лучшее, что у меня было сделано. Да, это 81-ый, как такой, скажем так, вариант для каких-то больших студий, для плейбэков и так далее. и 481-ый. Это большие мейновские колонки. Кстати, тоже очень классная штука, но почему-то покупают мало. Ну, видимо, из-за того, что они просто большие. Ну, они большие, действительно. Кстати, ну ладно, я сейчас не хочу говорить о том, буду я ставить сюда или нет, что мы хотели, что мы не хотели. Вот, но я на них внимание давно обратил, поэтому, может быть, в ближайшее время они у меня тоже появятся. И получается только три модельки сейчас вот этих, да, в основном? Да, основных три модельки делаю. Ну, там есть еще как бы бытовые, 201-ые и 481-ые как бы для дома, такие напольные. Ну, это чисто уже такое для дома, для семьи, как скажем так. Качественные, ой, высококачественные хай-фай. То есть бытовая у тебя тоже тема есть. Да. Ну, Андрей, спасибо тебе за такое интервьюшечку. Вот, если какие-то интересные вопросы назреют, или, может быть, меня люди будут о чем-то спрашивать. В целом, это же интервью было, почему сделано? Потому что мне люди вопросы задают, и чтобы постоянно вот так вот не рассказывать, не объяснять, я думаю, почему бы мне с Андреем вот так вот не поболтать и это не записать? И кому интересно, и кто действительно, кому нужна эта информация, они это послушают и эту информацию в себя, так скажем, вкачают. Вот, они осмыслят и, а там верить, кому не верить. ребят, просто приходите и, правда, попробуйте пописаться, чтобы, да, чтобы понять, лучше не какие-то там разговоры об этом слушать, а лучше прийти, записаться и послушать результат, да? Да. Вот, и это и быстрее, и правильнее, и будет единственное собственное мнение, а не какие-то там домыслы и догадки, а как оно, а что оно. Вот и все. Продолжение следует...